Викторыч и Тудротс разрешат Крапу сыграть? Я не знаю такого человека. Официально Тудротс больше не медийная команда. Самоходший сценарий какой-то этого матча. Попробуйте меня переубедить, что здесь не пенальти. Контактная борьба за позицию. Я праву! Короче, голову на трибуны, полный сектор. Болельщики спровоцировали меня, я показал им. У нас все хорошо, мы идем дальше. Друзья, всем привет, вы на канале Родина Медиа. И сегодня стадия 1-4 плей-офф. Мы встречаемся против команды Лид Энерджи, с которыми мы виделись совсем недавно. Просто сумасшедший сценарий какой-то этого матча. Чувак, я именно в Тудротс, когда я играл, у меня матч был, там, сыщ забивают, там, ну, какие-то вообще невырядные вещи. Я думал, только это там случается. И тут я перехожу в Родину Медиа, и матч за матчем такая сказка, в которой я просто прихожу домой, ложусь, и меня аж трясет. Я не верю в это. 1-4, говорить уже тут ничего не надо. Я думаю, все хорошо подготовились. Пацаны, которые пришли, наверное, не помнят. Мы в 1-4 в прошлый раз неудачно выступили, и потом приходили в раздевалку, и с новым лицом сидели. И это очень плохое чувство, и я бы не советовал никому это проходить. И надеюсь, что мы сейчас выйдем одним большим кулаком, покажем им, кто на самом деле чемпион, потому что у нас был нелегкий путь, и мы его прошли вместе. Вы просто не представляете, вот как сильно я горжусь нашей командой. Что вы делаете на тренировках, на играх, в медийном плане? Вы просто заслуживаете победы в каждом матче, и в этом тоже. И я хочу, чтобы каждый из вас получил сообщение от своей мамы, папы, от друзей, близких, что они тоже гордятся вами после этого матча. Давайте порвите их нахрен, и бейтесь до конца, друг за другом и за родину. Давай, давай, давай. Я по классике в основе настраиваюсь на игру такти... А, блядь, это не тот матч, блядь, забыл. Это же давно было. Кто, мы не начинали матч, блядь, матч начинается без нас. Да не, мы приехали на матч, уже понимаю, я сам понимал, что будет происходить в плане стартового состава. У нас по тренировкам это видно, когда там определенные 11 человек... Ну, когда предыгровая тренировка, там раскидывают манишки сразу. Определенные 11 человек наигрывают другой состав основной, и по тренировке я понимал, что так будет, но вторую часть тренировки я и Краб менялись манишками и были в основном в составе. То есть приезжали с мыслями, что мы не начнем, но все будет хорошо. Зато чуть примерзнет, видимо, Дима Тарасов. Все, друзья, игра начинается. Павел Смирнов, главный арбитр матча, дает свисток. А второе, наверное, все-таки искрометный футбол, потому что команда, которую могут забивать, умеет забивать. Красивые голы. Удар поворотом тоже есть. Которые стали твоими начальниками. Не плевать, не все окнут, все, что ты сделал. Ой, Дима Тарасов, Пижон. Ну зачем пряткой? Такой опасный момент был ворот Литеннаджи. Прострел отличный, но зачем же пяткой? Подсказывайте, он один был, мужики. Ему неудобно, ну подскажи один. Сам принимай, делай, чем хочешь. Я один, надо. Ну вот, разговаривайте, ну что сложно, а так разыграли здорово, блядь. Мишу Прокоп на подаче справа, это угловой, вот он удар, тармура. Блядь! Замена. Павел, замена. Да, да. Его матч за Литеннаджи, да, был со Штрафнова. Ну вот сейчас может это будет. Ну-ка. Интересный момент, потому что на газоне как раз Ренат Восченко, о котором мы говорили, и все футболисты Литеннаджи кричат в сторону Павла Смирнова. Здесь, в комментаторской. Мы смотрим на Ренатова из Чайфа. Пока трибуны орут пенальцы. Команда Литеннаджи имеет право взять просмотр Вара, но, блин, да он, словом, улыбается. Что там было? Павел Смирнов, вставай. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вам показалось, когда вы смотрели, и что скажете, что вы в вашей позиции? Два игрока поролили сам мяч, вдвоем использовали возможные руки. Еще, еще давай. Все повторы покажем. Посмотрим. Еще, давайте, давайте, давайте. Еще. Все, продолжите игру. Здесь нет нарушения правил. Я видел еще, что Миша Литвин бомбил с того, что пенку не назначили в моменте с Мурой. Попробуйте меня переубедить, что здесь не пенальти. Кто-то, блядь, выйдите из, я не знаю, из FIFA, выйдите, блядь, из PES про эволюшн на меня. Скажите, пожалуйста, здесь был пенальти или нет? Я не могу с этим смириться. В ногах вообще контакта нету никакого. А какой тут может пенальти? Просто продолжите игру. Просто продолжите игру. Довольно простой. Вообще, я не знаю, для чего тут варвар. Контактная борьба за позицию. Игровой момент. Мура первый на мяче и Ренат его ударил по ноге. Они взяли челлендж, Реф пошел, посмотрел. Ну, как бы, вопросов, мне кажется, ноль. Да у Миши просто эмоции накопились за все время, как он сидел без телефона, без друзей, без ничего. Темп, темп надо прибавлять, но темп прибавлять, блядь, не без мяча, просто с мячом. В простых ситуациях, блядь, ну что ты? Два паса, бальтия, два паса, потом как перешли на эту половину. Вводите в гости, все нормально. Найдите момент для удара, мяч летит сумасшедший. И пацаны, с линией сильно не увлекаетесь, алё, защита. Молодцы, конечно, но там должны быть на 100%, блядь, все как взяли под контроль. Они встали, все. Все, они знают, что делать. Фланги больше использовали. Все, хорошо вышли. Вот правый пас, по второй половине. Муса, бракок. Хорошо, хорошо. Пацаны, блядь, один тайм, выдайте его на максимум, блядь. И бейте поворотом больше. Бейте поворотом. Каждый добавьте еще 5-10% и мы выиграем. И борьбу не проиграем. Ни на одном участке поля. Давай, друг за друга и за один. Друзья, я хочу напомнить вам, что партнером нашей команды является Винлайн. По ссылочке в описании вы можете перейти в нашу телегу и в закрепленном посте поучаствовать в различных акциях и получить подарки от нашего партнера. И не забывайте, Винлайн делает разницу. Морозов выносил этот мяч. Музак! Из-за аута бросил. Хорошо. Как насчет паса? Здесь замягчили. Дима Тарасов борется. Удар по воротам. Хорош, Старо. Хорош, хорош. Ищет варианты там. В центре штрафной площади. Прогвинулся. В итоге пас назад. Передача от Морозова. Шаг! А-а-а! Забивание! И гол забывает сейчас лифт Эйн Бурджи! Рука! Рэм, блядь! Слепые, блядь! Ну, рука же была поднятая, блядь! Как скатилась, тут рука была же. Все, берем челлендж. Давайте, значит, посмотрим на начало атаки. Взяли челлендж на игру рукой. Сейчас будем смотреть, давайте. Естественное положение. Рэм. И возвращаемся к яблоку раздора. Смотрите, здесь в любом случае рука отставленная, увеличивает площадь тела, соответственно, это будет штрафной удар, отмена гола Вау, спасибо большое Судья красавец, мы челленджем воспользовались Мы первый гол нам забили, и там рука была очевидная, я просто смотрел, блядь, 10 метров было Сразу я видел руку, это было все четко, типа я понимал, что отменят его Мы в тот момент где были? На разминке На разминке видно все позиции идеально, блядь Ты поле видишь, как, блядь, никто, как и не ест, блядь, не видел лучшие годы Ты на разминке все видишь, в игру выходишь Сори, реально, блядь, я извиняюсь Берем челлендж на руку, и там просто видно, что рука отставлена То есть, там никак она не прижата, не в естественном положении Я вот так вот не хожу, типа, блядь, по улице И там видно, что человек попадает Там бы так на панюка прошел пак И самое забавное, что всего лишь 4 минуты второго тайма прошло Как вам такое? Кажется, мы здесь уже минут 15 Но всего 4 минуты И пошла атака! Лид Энерджи Игорь Шленкин с ничем на правом фланге Там на противоположном Руслан Курбанов набирает скорость Шленкин, Шленкин Подача есть, Курбанов! Просто минуту проходит, там забивает Но реально красивый гол Лид Энерджи, а до этого Сахалинцы, да? Она все растет и растет Тут спичка должен бороться, а он и боролся О, хорошее Давай, Банюк! Блядь! Хорош, хорош, хорош! Давай, давай, давай! У тебя есть высокие ребята там В штрафной площади Это и Муры, это и Гуди Ну-ка, подача пошла! Ой-ой-ой-ой! Пролетели все мимо Браво, Низа! Спокойно, Низочка, спокойно! На опыте, Низа, браво! Опять Прокоп будет, видимо, из-за штрафной Это будет гол или нет? Миша Прокоп Мяч практически на линии штрафной площади Прокоп! Ну сегодня прямо матч от Прокопа Мне очень понравилось, как он вошел Как он подавал, как он бился Как он, блядь, открывался Все уверенно И, блядь, конечно, стандарты все использованы Срав на удар Блядь, вот я сколько их отрабатываю Летит реально Братан, я не знаю В игре подходишь вообще Другому думаешь Не-не, сейчас как полетела Блядь, на тренировках так не летит Как в этой игре, блядь Там просто я увидел Я увидел эту сетку Увидел цель перебить ее, блядь Как по маслу, блядь, полетела Да я говорю, если бы я забил Мы бы проиграли Подбор за Родины Медиа Это хороший знак Можно еще продолжить Помучить соперника красным мячом Брос Удар головой! Женя Макеев мог забивать В этот момент с головой Он немного не направил его Не, удар был хороший Но, слушай, Макей Весь свой фарт оставил в Fight Nights И нам, и себе забил И им забил Все как надо Парни из Родины Медиа Счет сравнять Пока не горят 0-1 Но вот сейчас Заброс в штрафную И падение Был ли пол? Челлендж, челлендж, блядь Давайте посмотрим момент штрафной площади Мы смотрим момент на возможной пенальти Ворота Литов Все моменты, все камеры, которые есть у нас Мы сейчас смотрим Абсолютно все Ага С другой камеры, пожалуйста, еще замедленней Ага, это 11-метровый удар Если такие фразы вообще в медиа футболе разрешены Пенальти! А так, посмотрели вар Судья понял, что там Это можно было ставить сразу И, ну, мне кинули мяч Я просто пошел к этой точке Спросил, да, у всех, по-моему, будешь? Я поспрашивал Ну, мало ли кто-то захотел бы Никто не захотел, я поставил Я узнаю Прокопа, если игра идет, то все Там, типа, блядь, сетки вынимаю сразу Пенальти, типа, я даже не сомневался Взбиваем Миша Прокоп против Никиту Сухоносова Большая ответственность на плечах этого парня Десятый номер Родины Леди Против Никиты Сухоносова Миша Прокоп Заработает счет 1-1 Браво! Гол! Прокоп точен с пенальти Тут же показывает реакцию Миша Литвина Это 1-1 Миша Прокоп Грандиозно реализовал эту точку Все, он зря чемпион Я думаю, что он как раз действовал по митарю Два дня назад Сиду сказал на тренировке То есть, если будет пенальти Я знаю, что Сухонос прыгнет влево На моем ударе Я это точно знал Просто решил ударить вправо Я не знаю, какое-то ощущение того Что и он знает, как я ударю И я наперед его знаю Что он знает, как я ударю И пробил просто в другой угол И все И первый ко мне подбежал Дмитрий Алексеевич Я ему сказал спасибо Ну, блин, вообще чудо-чудо какое-то произошло В этот момент Да нет, это гол Даже не на 50% Типа на 69% минимум Гол Дмитрия Алексеевича 100% Потому что Ну, в такой момент Успеть просунуть ногу Успеть сделать это касание Чтобы те наступили на ногу Ну, тут вообще Все факторы Те, что Ну, просто Дмитрий Алексеевич Можно было после фола Гол засчитывать 1-1 Все, Дмитрий Алексеевич забил Тара просто на опыте Я еще смотрю Хотел бы отметить Диму Он с матча с Fight Night Сделал Две голевые И сейчас принес победу команде Ну, надо поучиться Я не знаю Он никак не из-за У него песок не сыпется Пока исполнен Не сыпется он в прайме нахрен В каком прайме? У него вторая молодость Просто Тара лучший Лучший Скорую, блядь, в РПЛ заберут Как будто Понимаю, по врачу голову На трибуны Полный сектор нахрен Ты когда такой Вообще видел Чтобы за родину медиа Болели все Хотели этого Да из-за всего того Что мы делаем Мы побеждаем Медика Из-за того, что результат приходит Ребят, спасибо вам огромное Что приходите на стадион Вот реально Когда остается 5 минут до конца Ты понимаешь Что без поддержки Очень тяжело И когда мы видим Вы кричите От всей души Родина вперед Нам реально хочется бежать Ломать просто Стены все И забивать И именно поэтому Мы делаем фотофантастику На последних минутах Самое-самое Буллит За право в выход Финал Четырех Здесь все Знаешь, вот я как будто бы Немного выдохнул Несмотря на то, что В предыдущих стадиях Одной четвертой Мы проигрывали Как раз по буллитам То Титану Блин, в этой бешеной серии 11 ударов Фратарями решилось С Броуками тоже Но я думаю Ну блин, ну не может быть Три раза подряд Это вообще не наша история Мура против Никиты Сухоносова Капитан Мура Есть свисток Первый буллит Мура Сухоносов Мура Попадает туда Титов пошел Хантер Буллит Ему надо забивать И сравнивать И он делает это Мне не понравилось Что сделали ребята Которые были в нашей команде Например Никита Сухоносов И Хантер Сейчас Никита Когда забили гол Воротарь Их просто вот Из себя выжимал Да, наконец-то мы выиграли Хантер вот так показывает Ну ребят Можно уважение отдать команде Которая тебя вообще на ноги поставила Никита Сухоносов Тебя никто бы не знал Блядь Если не родина медиа условно Слушай, так он еще и в аренде находится Но я не понял Почему он так начал Рьяно радоваться Кен пошел И уходит в сторону Ворота пустые И Харулин Против Алексей Клюхина Второй Буллит Литов Харула 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 Идем дальше Еременко у Родины медиа Пенальти Пенальти Трибуны кричат Промахнись Приятного мало Но у него уши закрыты Он ничего не слышит Еременко Первый пенальти в серии Еременко Еременко забивает Гол Ерема Не, Ерема Блядь Второй мать подряд Какой-то хуй Бивает, если честно В тот раз подскользнулся В этот раз мяч просто в кочку попал Ну повезло На фарте Ну я тебе говорю Ну отлично Пускай этот фарт продлится Наш электроник Джимми Нитрон Внимание Пенальти Ега Ега И Клюкин забивает Забирает Много про него говорят Типа много переживают Вот Клюка, не Клюка Он сегодня вытащил Ренат Васиченко Будет бить со стороны Литов Но у него второй удар Первым бьет Краб Краб Я думаю Вот, блядь Перегорит, не перегорит Ребята молодцы Что берут у себя ответственность Бить Я бы никогда в жизни Не пошел на это У меня сердце как у Чухухуа Нет, я без шуток Я на эти все стрессовые ситуации Вообще не готов Ты рядом со мной стоял Подпрыгивал Володя, подожди Спокойно Все, спокойно Подожди У меня судороги внутри Промохнись вот этому парню Дай мне Крабу Краб Пенальти Краб Забивает гол Краб Прыгнет в левый угол Прыгнет там, блядь, эти ролики Смотрят каждый день мои И, блядь, видят в игре, что я бью Ударил вправо, блядь Все равно он прыгнул вправо Я вот не знаю А знаешь, что это у меня в душе такое, что Я понимаю, что меня выберут Я обязан собить И ударил вправо И он почти достал Но там удар был сильный Да нет, сила, да Сила решила Сила и угол тут все Спасибо, боженька Что ты сорвал Я забиваю гол И все И Лит Энерджи Короче, они кричали И насвистели Когда я подходил К 11 метровой отметке Ну и получили Футбольник Футболку С номером 777 Честно хотелось забить с игры И когда я написал Лит Венух Что хочу Перед сезоном перейти в Лит Энерджи Мы с ним общались И он говорит, что по футбольному Не подхожу пока Типа, он записал большие голосовые сообщения Ну и все, что я могу рассказать Что он сказал Что, ну, типа, вот футбольному Вот Ты не подходишь Я хотел забить, честно Показать, вот побежать Где он стоял Именно вот так вот номер Ну, короче, он, мне кажется Понял бы, что он потерял Большую рыбу Но не получилось так сделать Поэтому Болельщики спровоцировали меня И я показал им Ренат Лисченко Он должен забываться Обязательно И он делает свою работу Ко мне Андрей Ксетинич подходит Говорит, так Будешь третий Я говорю, а что Как скажете Вообще без проблем Проходит Минута Мы успеваем дойти До места Стояли Он говорит Бля, а может пятым пробьешь Я говорю Вообще, как скажете Как Андрей Ксетинич Вообще все равно Он говорит Все, давай пятый И тогда Ну вот У Миши Прокопа Есть время И нервы Скандировать Вместе с трибунами Свою фамилию Пенальти Пенальти Я такой Я такой Блядь Все, выпал Пенальти Иду бить Точно так же На секунду Промикнула мысль Да, может Паненко Тоже Выкинул эту идею Вообще Максимально далеко Вот За москвичку Когда я шрафной Ударил свой Вот За мячом мысль За мячом мысль Это улетело Если сейчас Прокоп забивает То все То Родина Медиа Выходит в финал четырех Все В руках И в ногах Этого парня Миша И Миша Прокоп забивает Гол Да 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 Пробил влево Сильно Потому что В этом угле Уверен Братарь угадал Угадал Я, кстати, удивился Что он второй раз Прыгнул в тот же угол Но Здесь Точно так же Как у Крапа Сильный удар Если бы чуть слабее Ударил Он мог отбить Ну так я уже побежал Хотел покатиться Как Баппе Ну видишь Что не делается Все лучше Чуть-чуть Чуть-чуть Панк Чуть-чуть Выдержаться дали Ты как Брага Как говорилось На прошлой неделе Как говорилось После игры С Fight Night У нас все хорошо Мы идем дальше Чуваки, спасибо Я думаю, это рекорд был По зрителям Потому что Родин Медиа В том сезоне смотрел Но столько не было никогда Поэтому, бля Чуваки, огромное спасибо Надеюсь, вы услышали нас Что мы хотим вас видеть На трибунах Следующий полфинал Получается С дротами Вверх Вы услышали нас Мы услышали вас В этой игре И сейчас продолжаем Эту цепочку Мы просим вас Приходить Матч с Тудротс Бля, я вижу вас Еще давайте Ёпта Твои ставки Викторыч и Тудротс Разрешат Крапу Сыграть или нет? Слушай, это отдельная сага Отдельный сериал Эти двое заслуживают Друг друга Я думаю, что Нет А кто это? Ганила Крапу Я не знаю Может, такое все Прежде чем На меня гнать было Нам было Подумать немножко Ребят, если Тудротс Запрещает Крапу Играть То официально Тудротс Больше не медийная команда Все Медийная команда Только Родина Медиа И Амкал Остаются Нужно ли вообще Объяснять нашим фанатам И подписчикам Что прийти нужно Необходимо Вообще Ребят, это супер матч Супер матч Такой матч Вы не найдете Даже в Лиге Чемпионов Кто сейчас играет Какая Лига Чемпионов Горяет, чуваки Ждем вас на трибунах Смотри, я еще, кстати Не разу свою футбольную майку Вот так вот Давай подарим Давай подарим Легендарная майка Саши Текилы Будет ваша Если вы придете на стадион Прямо вот закрытыми глазами Вот так вот Бросаю Симой плакат Поддержите нас Потому что, сами понимаете Утудрос Огромная аудитория Мы хотим, чтобы вы пришли Нас поддержали тоже Родина медиа Кто там Недалек от нашего Может родители Близкие Я не знаю Все приходите Приходите Просто все Вот блин Вы как никогда Нам нужны Очень нужны Вся информация Будет в нашей телеге Когда Во сколько Билетик Берем Подписывайтесь В описании Чтобы не пропустить Мы вас ждем Пау Пау